Эх, дорогуша, учитесь, наверное, да? Нет, работаем. Ого, тяжко у вас доля. А кем работаете? Я лично в плане железной дороги работаю. Прикольно. Как, нравится вообще? Очень. Очень. Это хорошо. А вы, дорогуша, кем работаете? Я еще учусь. Доучиваюсь. О, ну, у вас полегче получается. Судьба. А то уже работать... Сколько вам? 18 есть? Есть. Мне 23. А, да. Это я думал уже с 18 уже. На железной дороге. Господи. А что у вас там, кстати, не взрывается ничего на железной дороге? Нет, это должно. Не знаю. На Вологде вот авария вчера случилась какая-то. Волгогорад, да? Или как у вас? Нет. Как нет? Мы не там. Мы не там. А вы сами откуда идете? А я с Харькова вот недалеко. Ну, от этого Волгогорада. А вы где? А мы Дальний Восток. А, да-да-да. Ты далеко у вас. Там спокойно все, да? Ну, пока да. Почти и пока. Ну, такой себе ответ. А почему так? Ну, знаешь, когда вот вроде все спокойно, все хорошо, в один прекрасный момент, может быть, все, что хочешь, все твое. Ну, все может случиться. Ну, да. Я ж не спорю, в принципе. А что там у вас, кстати, про Зеленый Клин говорят вообще? На Дальнем Востоке? Зеленый Клин. Помнят? Это что? Эх, значит, не помнят. Это Зеленый Клин, это такая большущая территория с украинской диаспорой. На Дальнем Востоке. А, я не знаю, не слышали такое. А вы за что? За Украину или за Россию? А как вообще думаете, вот, по вашему мнению, за кого я могу быть? За свою страну, соответственно. Скорее всего, да. За Украину. Каждый за свою. Ну, что ж вы тогда спрашиваете? Странные у вас вопросы, однако. Да. А как вы считаете, ваша... Вот вы говорите, каждый за свою страну. Отчасти я здесь согласен. Но я хотел спросить, как думаете, ваша страна сейчас на правильном пути? Ну, с одной... Вот, я не знаю, как по мне, я в эту политику вообще не влезу, не смотрю, кто что начал. Как по мне, так они спасают. Вот и все. То есть, как бы, чтобы предотвратить это все, и чтобы это не вошло в Третью мировую. А, да? Хотя такое и есть. То есть, я правильно понимаю, что Россия развязала войну, чтобы предотвратить Третью мировую? Ну, можно сказать и так. То есть, наши войска уже стали входить, чтобы спасти как-то. Как-то спасти. А кого от кого спасти? Ну, как? Межконфликтно вот это вот меж... Как это правильно называется? Чтобы не было вот войны между Украиной и Россией и другими. Это же все завязалось и пошло дальше, по другим странам. То есть, чтобы не было войны между Украиной и Россией, и Россия напала на Украину? Ну, у каждого... Я, кстати, я говорю, я же не лезу в эту политику, я не знаю, кто на кого. Но я бы сначала украину начинал, наших, а потом... А в курсе новости у них такие, у нас такие. А, то есть, Украина, то есть, Украина напала на Россию первую? Никто не нападал по новостям. По новостям вообще не то говорят. У меня брат на Украине, и он вообще совершенно другое рассказывает. А как вы думаете, брат, который в Украине, знает лучше за новости, которые вам показывают? Конечно. По новостям они смягчают, они говорят, что все хорошо, что снабжают и техникой, и тем, и всем. То есть, все скоро закончится, люди в это верят. А по сути, все не так. Я так и не понял, кто кого там спасает? От чего? Что? Где, куда? Я запутался, что там спасают. Я не знаю. Спасают, наверное, просто от войны, чтобы не было дальше хуже. Хуже не было? Так а куда уж хуже? Уже ж Мариуполь разрушен, там. Харьков. Ну. Что Харьков? Ну, Харьков уже, а района самого густонаселенного уже нету. Салтовский район уже стертый. Что ж, куда уже хуже? Мариуполь у них нету город. Куча городов, там часов ярд. Ну, вы наряд знаете, ну, много городов в Донецкой области, которые защищают вроде как. Не просто стертые, там вообще ничего нету. Вы не поверите, там нету ничего. Ну, это мы знаем, что там руины остались одни. Так вот целый городов, это ж не один дом, это целый город. Представляете себе? Куда ж хуже? Мы представляем, какого это. Ну, так а в чем тогда смысл? Россия на правильном пути? Я не скажу, потому что я не за то и не за то, я где-то на нейтральной территории. Не знаю, я за Россию, я всегда буду за Россию. Слушайте, я вот слышал, что когда брали Нюйбергский процесс был, судили вот этих главных наставов, да? Которые устраивали всякие там территории той же Украины. Вот группа УКД, один из таких командиров. Когда его спрашивали, зачем бы столько людей, они сказали, что не защищались и спасали, освобождали. Видите, как-то что-то, никак формулировка-то не изменилась. Что сейчас в России, что в Германии и так далее. Сторонно, правда? Что еще? Ну, что Германия, потому как она объясняла свою агрессию, она также говорила, что мы там спасаем, освобождаем. Во второй мировой. Ну, не знаю, как по мне, так они спасают, чтобы не было больше, хуже. Потому что и так много погибло с разных сторон людей, и жалко. И невинных, и винных людей. А в 2021 году много погибло, кстати? Ой, наверное, да. А, наверное, может и нет. Ну, возможно и нет. Я говорю, я туда не лезу, мне это неинтересно. Вот приблизительно вот столько. Погибло? В 2021. До полномасштабного уторжения. А до 14-го года вообще, даже конфликта никакого не было. Представляете? Телефон звонит. Так что, как думаете, на правильном пути России? Ну, я не знаю, вот правда. Смотря кто, кто дойдет. Все всегда будут за свою страну, вот. Ты за нейтральну? Я на нейтральну. Я не за тех и не за их, потому что у меня украинские корни. У меня в Харклеле живут родственники. Ну вот. А у вас, я так понимаю, украинских нет? У меня есть. Но я с ними не очень. А, с ними не мешаются. Я забыла, как этот город называется. Кто? В Украине список по Кулауна. Крась после его. Нет. Мне надо карту украинскую. Так у тебя будет человек с Украины, спроси. Перечисли все города Украины, сможешь? Нет, не смогу. Ну, не все? Ну, вот сколько примерно знаешь? Административные центры. Вам с востока, с запада, с севера? Да все понятно, я сам не разбираю. Не, ну с какой стороны хотя бы? Я не помню правду. Сейчас по картам посмотрю. Луганск, Донецк. Запорожье, Днепр. Керсон, Николаев, Одесса. Винница, Черкасса, Палтава. Киев, Чернигов, Сумы. Вот Киев, вот Киев. А, вы про Киев забыли. Ладно, про Киев, конечно. Про столицу это. Сильно. Ладно. Так что там? Бывает. Ну да. Так что там? Ну, у меня вся родня с Киева. Ну, я как? Я только с бабушкой оттуда общаюсь. А, ну и с дедом. А как вы попали на территорию России? Я... Как тебе сказать? Ее мама родила меня в Украине. И после этого через месяц переехала жить в Россию. Да. На Дальний Восток. Угу. А папа, получается, русский? Да. А, понял. С Москвы. Угу. А я думал, что зеленый клин это все. Вот зеленый клин, я подумал, что это вы как раз наследники этих украинцев, которые были здесь. Ну ладно. Ну ладно. Да. Грустно, что вы так рассуждаете, если у вас украинские корни. Вы знаете, постоянно один и тот же пример привожу девушкам. Идет по улице маньяк, нападает на девушку там в юбке какой-то короткой. Кто будет виноват? Хороший вопрос. В натуре хороший вопрос. Тут чисто надо вообще в мозг. 50 на 50 так-то, потому что она... Спровоцировала, а он опал. Да, он опал. Спровоцировала. Это так в суде скажут, что она спровоцировала, поэтому он наполовину. Она спровоцировала, да. Внешним видом там, поведением и так далее. Как думаете, суд с вами согласится, когда будет ему выносить это обвинение? Есть такое в суде, что могла девушка спровоцировать? Нет. Такого-то в суде нет, это уже пошло от людей. Это ваше собственное мнение. Даже суд скажет вам 100% того, что невозможно как-то кого-то спровоцировать на нападение и какие-то там преступления. Это все решение этого маньяка. Он виноват. И только он. Что бы вы там не уйдели, хоть голые ходите. Это не повод на вас нападать. Вот и все. Так вот именно, что это у человека в голове. Ну вот я говорю, это очень печально, что у вас такое рассуждение, что еще... Девушка в этом чуть... Там как-то может быть виновата. Это очень странно. Ну, каждый рассуждает по-своему. Почему с Ванькой в ГОК? Да. Я в шоке. Ничего не сказал. Ладно, у вас вопросы есть. Так. Вопросы. Сколько вам лет? Да, кстати. 22. 22. Он наложит тебя, Юля. Еще Юля в вопросе. Как вас зовут? Евгений зовут. Мне акцент нравится. Интересный такой. Украинский. Я русского языка никогда не учил. Вот все, что здесь общался, вот так он и есть. Классно. А вы знаете украинский? Учить язык украинский тяжело или нет? Нет, там одна букву заменяется. Если постоянно пытаться общаться на украинском, то вы учите так, как и я, русский и российский. Вот приблизительно. Если вы будете в релетке сидеть вот так, каждый день, не пытаться запоминать слова и учить, то так же будет. Нет, не сложно. Не думаю, что будет сложно. Ну, круто. Надо попробовать. Как-нибудь. Да, попробуйте у вас же. Украинские корни, может, вам пойдет легче. Да вот не знаю. Не знаете. Ну, попробуйте. Попробуйте узнать. А не попробуешь, не узнаешь. Вот это да. Вопросы еще? Ну, я не знаю. У меня больше нет вопросов. Вот я тоже не знаю. Что тут у вас дать? Ну, нет, так нет. Тогда желаю вам удачи в изучении украинского языка, если у вас будет желание. До свидания. Благодарю. Ну, что тут? Я не хочу даже больше ничего говорить, если честно. Тут без комментариев. Если люди, сами же девушки, пытаются оправдать маньяка, что он от части только вино, это вообще просто. Это называется психология, вот это пропагандистская, внушение вот этой бредни, что нападавший невиновен. Это просто ужас, кошмар и все. Я не знаю, как это комментировать.